Не верится вообще, какие 500 миллиардов, что за... Чел, ну понимаешь, этому радуются те ублюдки, которым уже терять нечего. Все, кто радуется блокировке Ютуба в России, это ублюдки, которым заблокировали канал на Ютубе. То есть это просто обиженные, немощные какие-то идиоты. В данном случае не Федов, да, которому также заблокировали все, который потерял все, что у него было, всю аудиторию. Ну конечно ему будет лучше, ему это только на руку сыграет, если Ютуб заблокируют в России. Потому что он уже сидит на этих площадках местных там своих, да, и вся аудитория хлынет туда, и он надеется, что у него аудитория вырастет. Вот, как бы в его случае да, в его случае да, лучше уж заблокировать. Вот, и, понимаешь, ему, и там, или Стасику, им п*** на других людей. Им п*** на вас, на других людей, которые как бы не хотят этой блокировки. Этим людям, большинству людей в России посрать на Стаса, не Федова и так далее. Да, то есть вся вот эта тема, которую сейчас разгоняют. Мы блокируем Ютуб в России, потому что, типа, это ответная мера на то, что Ютуб заблокировал 200 наших каналов российских. При этом, почему-то они не уточняют, что это 200 пропагандистских каналов, вонючих. Пропагандисты заблокировали и правильно сделали. Почему россиянам должно быть не п*** на эти 200 пропагандистских каналов на Ютубе? И они такие, типа, ну, вот, нам заблокировали 200 каналов, поэтому мы возьмем и сами заблокируем Ютуб на территории России для всех граждан страны. Мы всем сделаем плохо, потому что, видите ли, Ютуб заблокировал 200 наших каналов, каких-то вонючих, никому не нужных каналов, которых никто почти не смотрел-то, на самом деле. Ну, кроме там, скуфов каких-то, вот, бумеров, и так далее. Поэтому мы возьмем и подгадим всем. Ну, что я могу сказать? Идите вы, м***ь. Реально. Там вот сейчас, раз уж мы подняли эту тему, Соболев высказался. Что по этому поводу думает Соболев? Пару слов про Ютуб. Понятно, что депутаты и законодатели не обращают на это никакого внимания, но на Ютубе за последние десятилетия сложилась уникальная российская видеоблогерская культура. Возможно, и наверняка, вы пренебрежительно относитесь к самому движению видеоблогеров. Не мудрено. В коллективном сознании любые инновации всегда воспринимались снисходительно, даже со скепсисом. Достаточно вспомнить, как современники комментировали картины абстракционистов, авангардистов, как смотрели на карты Пикассо, Кабакова в СССР. Я не сравниваю видеоблогеров и художников. Не спешите расчехлять свое негодование. Хоть это сравнение, считаю, вполне актуальным, оно коррелирует с духом эпох, но выставка «Дегенеративное искусство», где Гиммлер высмеивал стилистику новых художников в середине 20 века, всплывает в голове само собой. Не уважали, не понимали ценность, проявляли реакционность, отрицая само развитие мысли в изобразительном искусстве. Так вот, о чем это я. На ютюбе сложилась своя уникальная культура, именно в России. Достаточно вспомнить Versus Battle. Нигде в мире не было ничего подобного. В формате. Ни по исполнению визуальному, ни по исполнению музыкальному. Развлекательные форматы сняты на невероятном мировом уровне. Зайдите в тренды Германии, Франции, вы встретите ужасающий примитив, к которому не будете готовы. Мы так в 2012-м снимали. Видеоролики Димы Масленникова и Яна Топлеса покажутся настоящим искусством. После французов, конечно же. Разборов на визуальном уровне BadComedian в мире не существует. Собчак по уровню продакшн заткнет за пазуху материалов Vice и BBC. Тут он, конечно, приврал, преувеличил немножко. Потому что я знаю, что такое Vice и что такое BBC. Мы Vice смотрели. Даже пару видосов тут он несет, конечно, полную. Также он почему-то не сказал про меня. Посмотрите старые видосы HESO, летсплея по хоррорам. Никто в мире больше так не записывал, как HESO. PewDiePie рядом не стоит. Покажите мне разбор актуальной повестки, как у меня с таким количеством графики вставок. Ну тут вообще, ну ты че, свеи. Не, ну если поискать, то можно найти там каких-то блогеров зарубежных, которые там освещают новости со вставками. Ну ладно. Актуальная повестка. Ну у тебя не актуальная повестка. У тебя кремлевская повестка, во-первых, Соболев. Ты тоже, давай, не пи***й. Как у меня с такими количеством графики вставок с подобным углублением в содержание. Форма, выработанная видеоблогерами, стилистические приемы перекочевали в телевизор. А обогатив его, впрочем, это взаимное обогащение. Ведь телевизионщики также приходили к нам. Хотя вначале тоже фыркали. Все, что вы не цените, потому что привыкли. Интервью, подкасты, комедийные шоу. Все, что выросло в конкурентной среде ютуба. Внимание, без всяких грантов, пинков или пинков. Ты мне перебиваешь, б***ь. Ты вроде как платишь. Посмотри полностью клип. Я специально сказал, что ты донатишь на оружие для ССУ. Потому что это уже как мем от всяких б***ь. Как Жора и ССУ. Я понял, б***ь. Я тебя понял, братан. Я же тебе сказал. Я прочитал твои сообщения. Я это так и понял изначально. Ну. Башня Трампа. Спасибо. Я это так и понял. Ну. И шо дальше-то? Ну шо дальше-то? Вот. Так вот. Короче. И чо дальше? Без всяких грантов, пинков и какого-либо содействия со стороны государства. Все это приобрело невероятные масштабы. Прямо сейчас мы на пороге судьбоносных решений. Которые не должны быть приняты. Вся органика умрет. Новая визуальная медиакультура войдет в фазу жесточайшей деградации. Это уже происходит. Плодородную почву отточенных YouTube-алгоритмов, которые сделали возможным наше количественное движение вперед, предлагают подменить металлокерамическим основанием, которое на скорую руку прикрыто затертым линолеумом сверху. Российские соцсети находятся на стадии причистой отделки. Не допускайте ошибку. Замедляя YouTube, администрация которого никак от этого не пострадает, вы замедляете наше развитие. Это выстрел в ногу. Блокируя YouTube на фоне отсутствия альтернатив, вы уничтожаете культуру. Это выстрел в голову. Поддержите, распространите, ноет конченый Соболев, который топит за кремлевскую, российскую, путинскую власть, а теперь ноет от последствий этой власти. Извините, у меня просто жопа сгорела. Как они начинают трястись и ныть от своих же действий. Просто, Соболев, надеюсь, ты это услышишь. Ты лицемерный кусок говна вот и получает то, что заслужил. Окси, ты, ну я. Топишь за это? Жри говно. Хавай, хавай, глотай. Че ты, тебе не нравится-то, дебила кусок? Че ж тебе не нравится-то, а? Ты за это все топишь. Ты это все поддерживаешь. Хесус лайф. Я в Соловьеву превращаюсь. Фу, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сори. Ну я, ну, серьезно. Ну, считай, такое от Соболева. Распространить, поддержите. Сидит ноет теперь.